Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу про лучшие недорогие планшеты этого года стоимостью всего до 30 тысяч рублей. Если честно, я и сам не ожидал, но нашел достойные модели даже примерно за 10 тысяч. Да, они не выигрывают по всем фронтам, но у каждой нашлось чем нас удивить, даже ноунейму от Т-Класт. Я подробно разобрал и плюсы, и минусы каждого гаджета, чтобы вы смогли найти планшет под свои задачи. Поэтому обязательно досмотрите до конца, чтобы получить полное представление о лучших недорогих планшетах и о том, что же их объединяет. Не забудьте перед просмотром раздавить кнопку одобрения и нажать на колокольчик. Да, звучит заезженно, но это действительно помогает развивать канал и делать для вас самые полезные разборы. Ну что, я думаю, вы готовы. Ссылки на планшеты ищите в описании. Ну а вы на канале MyGadget, друзья. И мы начинаем. Поехали! Открывает топ, но очень бюджетная модель от Huawei. Казалось бы, за 9 тысяч годного девайса не найти, и зачастую так оно и есть. В таких случаях многим остается уповать на бренд. В случае с Huawei Mate Pad T8.0 опасения были беспочвенными. И сейчас я расскажу, что же такого китайцы предлагают за эти деньги. Во-первых, это один из самых компактных 8-дюймовых планшетов на рынке. Его удобно держать одной рукой, все клавиши расположены справа, а дальше все довольно необычно. Микрофон тоже справа, а динамик по центру на верхней рамке. На экране закаленное стекло. Боковая рамка из пластика, а задняя крышка металлическая. Единственная претензия к внешнему виду – это выпирающая камера. Я бы понял, это будь камера мега качественная, но здесь она никакая. Но в целом сборка надежная, а сам планшет эргономичный. Здесь установлена IPS-матрица с HD разрешением 800 на 1200 и плотностью пикселей 190 ppi. Для такого размера разрешение низковато, и это явно ощущается. Особенно, если читать много текста. При просмотре фото и видео, а также в играх, низкая четкость заметна не так сильно. Ну и найти экран качественнее за эти деньги – задача нереальная. Поправьте в комментариях, если я ошибаюсь. В остальном экран нормальный, разглядеть картинку на солнце получится. Дополнительно можно менять цветовую температуру, включить темный режим или функцию защиты зрения. Довольно хороший набор для 9000. Мой iPad T8 показывает также отличную автономность. За это говорим спасибо как раз низкому разрешению экрана и не самому мощному процессору. 5100 мАч хватает на 12 часов беспрерывного просмотра видео. Ну а в среднем он живет около 20, несколько часов игр, просмотра фильмов и залипания в соцсетях. Кстати, если будете брать, рекомендую сразу прикупить зарядку помощнее. В комплекте идет она на 5 Вт, и этого будет мало для такого аккумулятора. Про камеру в этом случае я решил ничего не говорить, чтобы не портить впечатление. Но вы и сами понимаете, это планшет за 9000. Внутри 12-нанометровый процессор Mediatek MT8768. Впервые его как раз здесь и использовали. Тут старый добрый 8 ядер от Cortex-A53, который используют и в других популярных процессорах. В тесте Antutu он даже умудрился набрать 96-97 тысяч баллов. Этого достаточно, чтобы на низких настройках поиграть даже в PUBG Mobile. А вот какой-нибудь Clash Royale будет даже летать. Еще я рекомендую купить наушники. Хоть динамик и громкий, но качеством похвастаться не может. На фильмы и игры его хватит, а вот послушать музыку уже нет. Во-вторых, здесь нет разговорного динамика, поэтому принимать звонки нужно только либо через наушники, либо по громкой связи. Из плюсов я могу выделить то, что он компактный, эргономичный. У него хорошая производительность и довольно объемный аккумулятор. Еще есть распознавание по лицу. Ну и, конечно, надежная сборка, прочный экран. И стоит он всего 9 тысяч. Из минусов. Слегка выпирает камера, недостаточная для такой диагонали разрешение экрана и отсутствие разговорного динамика. На четвертом месте расположилась неожиданная модель. Этот планшет на первый взгляд тот, про который обычно говорят китайский. Но не констатируя факт, как с Huawei, обрезгливо. На деле же это класс P20HD, это неплохое решение, если ищете что-то недорогое. Особенно на фоне низкой цены и хороших отзывов. Корпус сделан полностью из металла. Есть стандартный разъем 3,5 мм под наушники, слот под сим-карту и слот под microSD. За работу отвечает восьмиядерный процессор от Unisoc. Он не игровой, но простенькие игры вроде Subway Surf на нем работают шустро. Рабочие столы перелистываются плавно, и во время чтения книг никаких подтормаживаний нет. Дисплей с IPS-матрицей и Full HD разрешением 1920х1200. На диагонали 10,1 дюйм оно радует. Цвета достаточно сочные и насыщенные, а экран ну очень яркий, даже на минимальных значениях не очень хорошо темнеет. С одной стороны это минус, но подойдет для яркого освещения. Отдельным бонусом есть темная тема. В комплекте также есть адаптер питания с поддержкой зарядки на 10 Вт. С ним планшет полностью заряжается за 4 часа, а если смотреть видео на Ютубе, его хватит на 10 часов при средних настройках яркости. По поводу камеры здесь тоже много не скажешь. Снимки нормальные, но ожидаемого от планшета за 11 тысяч качества. А вот звучание, несмотря на низкий бюджет, громкое и объемное. Качество звука, конечно, не как у недавнего Lenovo Yoga Smart Tab с динамиками JBL, но послушать музыку сможете. И даже останетесь целыми ушами. Итак, подведем по нему итоги. Плюсы. Маленькая цена, хорошая сборка, поддерживает быструю зарядку. Легко найти чехол, довольно яркий дисплей для такой ценовой категории. Здесь стоит 10-й Android. У него большое время автономной работы, до 8-9 часов. И кабель Type-C. Из минусов камеры, выпирающие из корпуса. Емкость аккумулятора, которая по факту ниже, чем заявлена производителем. А еще нет сканера отпечатка пальцев и NFC. На третьем месте у нас Lenovo Tab M10 Plus, у которого несколько вариантов сборки. И в этом случае можно смело брать версию с сим-карты. Ее стоимость практически везде меньше 20 тысяч рублей. Выглядит он стандартно. Корпус из алюминия. Сам планшет держать легко и удобно. Комплект тоже стандартный. Классический адаптер на 10 Вт и кабель Type-C. Экран заслуживает большего внимания. У него IPS-матрица с Full HD разрешением 1920 на 1200 и соотношением сторон 16-10. Цветопередача хороша так же, как и диапазон яркости. На низком уровне даже в темноте не режет глаза, а на максимальном спокойно переносит солнечные лучи. В настройках дополнительно выкручивается яркость. Из дополнительных настроек есть круг цветовой температуры с тремя режимами. Теплый, холодный, пользовательский. И режим уменьшения синего излучения. Единственный существенный минус, на мой взгляд, это емкость аккумулятора. Она здесь 5000 мАч, но хватает ее всего лишь на 6-8 часов работы. Можно, конечно, и дольше, но для этого придется поиграться с яркостью и отключить все беспроводные функции. В роли процессора стоит тот же MT8768, что и в модели от Huawei. Зато оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной может быть как 64, так и 128. В тесте Antutu он выдает чуть больше 100 тысяч баллов, а под нагрузкой не перегревается. И стресс-тесты проходят беспроблемно. Про камеру стандартно для планшетов много не скажешь. Есть автофокус, но и он уже традиционно не спасает от плохих фотографий. Здесь весь стартер-пак бюджетного телефона. Не очень высокая детализация, много шумов и бледноватые цвета. Несмотря на Full HD, качество видео тоже удручает. Звук однозначно отнесу в плюсы устройства. Стереодинамики громкие и с видео на ютубе они справляются хорошо. К тому же есть режим Dolby Atmos. Басы проработаны хорошо, но о детальной сцене можно не заикаться. Все же это недорогая модель. Из дополнительных опций тут есть детский режим. Возможность выбирать, как будет отображаться рабочий стол. В виде выдвижного меню снизу или всеми иконками сразу. И режим управления жестами. А еще ночной, темная тема и Dolby Atmos. Из интересного сбоку есть разъем для подключения к док-станции. С помощью нее можно превратить планшет в мини-ноутбук, подключив другие устройства. А если подвести итоги, то из плюсов я выделю. Качественный экран и много возможностей настроить его под себя. Сравнительно небольшая цена версии с поддержкой сотовой связи. Сбоку есть разъем для подключения док-станции. На борту стоит Android 9, который обновится до 10-й версии. Еще есть детский режим и Dolby Atmos для создания объемного 3D звука при просмотре фильмов. Из минусов. Опять же, слегка выпирает камера. Емкость у аккумулятора довольно маленькая, а камера посредственная. Если что, спонсора у этого видео нет. Но следующая модель в топе снова от Lenovo. На этот раз довольно необычная и с деталью, о которой вы ни за что не догадаетесь. Подставку, которая открывается легким нажатием, видите сами. Кстати, она же и утяжеляет планшет, но на эргономичность это не повлияло. Он все равно удобный, а еще у него софт-тач покрытие, благодаря которому он не выскальзывает из рук. У Lenovo Yoga Smart YT IPS матрица с Full HD разрешением и хорошими углами обзора. А яркость экрана позволяет четко видеть изображение как при комнатном освещении, так и на улице. Емкость аккумулятора 7000 мАч. Полный зарядка от родного устройства займет 4,5 часа. Ее мощность 10 Вт, поэтому я все же рекомендую в этом случае прикупить девайс помощнее. Но в целом она хорошая и заряжается даже при максимальной нагрузке на телефон. При ней же планшет спокойно работает от 10 до 13 часов. В качестве процессора здесь стоит восьмиядерный Snapdragon 429. Он успел устареть еще на момент выхода планшета. Оперативная память 3 ГБ. Но в совокупности их все же хватает, чтобы поиграть в игры на минимальных настройках графики. Основной камеры на 8 Мп хватит, чтобы сфотографировать документы. А вот качество съемки пейзажа будет на уровне бюджетных смартфонов. Фронтальной камеры едва хватает для видеоконференций в скайпе или в зуме. Ну а теперь перейдем к звуку. Это как раз детали, о которой невозможно сразу догадаться. Lenovo Yoga Smart выгодно отличается на фоне аналогов двумя динамиками на 2 Вт от компании JBL. Но вы их, возможно, уже заметили на экране. Таким качеством звука, как у SmartTab у IT, не могут похвастаться даже многие ноутбуки. У него насыщенные басы и хорошая громкость. Поэтому, перейдя к плюсам, я сразу выделю отличные качества звуков за счет этих двух динамиков. Еще у него хороший микрофон. Он не скользит благодаря покрытию корпуса SoftTouch, а мощная батарея позволит смотреть фильмы до 10 часов без подзарядки. В дальнейшем его можно будет обновить до 11 андроида. У него удобная подставка и качественный экран с IPS-матрицей и хорошими углами обзора. Из минусов это, конечно, устаревший процессор и уже традиционно плохая камера. А на первое место мы разместили две версии одного планшета. Все потому, что обе хороши, но выбирать их стоит в зависимости от того, для чего вам нужен планшет. Samsung Galaxy Tab A7 и его младшая Lite-версия отличаются не так уж сильно, но на экране вы видите разницу в цене. В этом ценовом сегменте она ощутимая, так что давайте разбираться в чем дело. Итак, касательно внешнего вида, сборки и комплектации. У Galaxy Tab A7 несколько вариантов. Если нужна сим-карта, берите с LTE в названии, но стоит такая сборка на несколько тысяч дороже. Из очевидных плюсов габариты и вес. Он легкий и компактный, держать в руках приятно. Алюминий в корпусе придает солидности, камера не выпирает, смотрится современно. Сборка хорошая, не гнется и не царапается, что часто встречается у аналогов по этой цене. У Galaxy Tab A7 Lite такой же материал и солидный внешний вид, а габариты разрешения меньше, и это стоит учитывать, если планшет берете для работы. Lite-версия больше подойдет для общения в соцсетях или в подарок ребенку. Также визуальное отличие это рамки вокруг экрана. В A7 они ровные, в A7 Lite не очень. По бокам тонкие, а сверху и снизу толстые. И лично мне это сильно бросается в глаза. Еще A7 тоньше и компактнее, у него более прочный металлический каркас. И для частых перемещений и работы еще и по этой причине лучше брать старшую версию. Экран неплохой, матрица сделана по технологии PLS. Samsung эксклюзивно разработали ее на базе IPS. У PLS матрицы повышенная яркость и плотность пикселей, более сочные цвета и широкий спектр оттенков. У младшей версии дела чуть хуже с насыщенностью и цветопередачей, но все равно все на достойном уровне. В том числе за счет хороших углов обзора. Единственное ключевое отличие в том, что у A7 Lite нет поддержки стилуса, поэтому для рисования надо брать старшую версию. В комплекте идет обычная зарядка, но быструю поддерживают обе версии. Старшая работает 8-9 часов переполненной нагрузки. Это фильмы, музыка и игры, а если нагрузить по минимуму, то даже до 12 часов. Младшая работает чуть меньше при активном использовании и сравнительно столько же при умеренном. Процессор – восьмиядерный Snapdragon 662 у старшей версии против восьмиядерного Mediatek MT8768T. Snapdragon и Mediatek одинаково хорошо показывают себя в повседневных задачах. Девайс шустрый реагирует на жесты, задержка видна только когда открываешь мощные приложения или пока переворачиваешь планшет. В целом дискомфорта нет, но если старшую версию сравнивают со смартфоном Samsung A51 по производительности, и для планшета низкой ценовой категории это лестное сравнение, то младшая показывает себя хуже. Она справляется только с какими-нибудь аркадами. Оперативная память всего 3 гигабайта. Для крупных производителей, как вы помните, это вообще минимально допустимый объем. Камера лучше, чем у предыдущих позиций. Для бытовых потребностей достаточно. Зум цифровой, но итоговое качество снимков все равно так себе. Автофокус есть и срабатывает быстро. Примеры снимков вы видите на экране. От Samsung все равно ожидаешь лучшей детализации и цветопередачи. Может быть сказываются ожидания от бренда. Теперь перейдем к звуку. У Samsung Galaxy Tab A7 хорошие динамики. Их четыре. Два в верхней части и два в нижней. Звук очень громкий. Для просмотра фильмов и создания 3D эффекта есть режим Dolby Atmos. Он легко активируется через верхнюю шторку. Звук настолько громкий, что наушники скорее всего точно понадобятся, но уже чтобы не мешать окружающим. У младшей версии динамиков два, поэтому запаса громкости здесь поменьше. Но тоже есть режим Dolby Atmos. Плюсы обеих версий. Поддерживают быструю зарядку. У них стильный дизайн и небольшие габариты. Хорошая сборка. Качественные динамики. Надежный экран с высокой плотностью пикселей. К ним можно подключить клавиатуру и стилус. Еще есть режимы затемнения экрана. Фильтр синего. И регулировка прозрачности. Приложение можно открывать в режиме всплывающего окна. Или параллельно работать на одном экране с несколькими на обоих версиях планшета. Из минусов. Для быстрой зарядки нужно докупить адаптер. Стандартный ее не поддерживает. Нет сканера отпечатка пальцев, оригинального стилуса. И частых обновлений тоже не будет. Они предназначены уже для флагманских моделей. Камеры здесь слабые. Оперативная память всего 3 гигабайта. И давайте подведем общие итоги. Найти универсальный девайс, который бы закрыл сразу все потребности за такую цену, тяжело. Да, я не нашел суперпроизводительную машину. И есть проблема, которая сковала их одной цепью. Это камеры. Они все не очень. Если производительность я где-то оправдывал, то с камерами такой фокус не пройдет. Но объединяющий их плюс это цена. А еще хорошее качество и надежность, подтвержденные огромным числом покупателей. Поэтому если прямо сейчас нет денег, или ищете что-то в подарок ребенку, или намеренно что-то с не очень производительным железом, смело берите один из этих планшетов. А если хотите больше таких обзоров, ждете топ-планшетов среди всех ценовых категорий, тогда не забудьте поставить лайк, если еще этого не сделали, и подписаться на канал, чтобы первыми узнать о новых роликах. Нам это поможет успешнее продираться сквозь ютубовские алгоритмы, а вам чаще смотреть лучшие обзоры на гаджеты и бытовую технику. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. До скорых встреч, друзья!